Какие могут быть сильные общественные решения для ускорения исследований и внедрения в клиническую практику терапии долголетия, направленных на радикальное продление жизни? Первое, от кого мы ожидаем довольно сильных решений, сильных технологий, это, конечно же, большая фарма. Тем более, что на протяжении уже последних пару лет многие руководители больших фармацевтических компаний сказали, что старение наш приоритет, старение наш интерес. Об этом говорили и Астрозенека, и Лили Лили, Навартис дают презентации по всей Европе, где в центре написано старение и как оно вызывает множество заболеваний. Стив Берс сказал, что старение – это болезнь и наш фокус – это лечение. То есть, живой интерес в разговоре со стороны фарма-компании очень большой. Я уже не говорю про РОЖ, директор которой стал Артур Левенсон, руководителем компании «Калик», который создал компанию «Гугл» с целью вообще победить старение. По крайней мере, так было бы заявлено год назад. Но я думаю, что интерес со стороны фармы есть, но фарма больше хочет стать бенефициаром, выгодоприобретателем от создания терапии, чем самим нести риски по созданию лекарства от старости. Потому что затраты неопределенные, они могут быть очень большими. А фарма-компании все-таки действуют в логике бизнеса. Им нужно зарабатывать, их это основная цель. А старение – мультисложное заболевание, сверхсложное. И решиться на такую во многом благотворительную деятельность, причем в закрытом режиме, старение сложное и требует большой коллаборации, открытости в его исследованиях, что фарма позволить себе не может. Фарме проще, когда какие-то группы ученых, университеты, лаборатории в университетах откроют лекарство от старости, его купить, пускай даже за миллиард, за два, за три, все равно какое количество денег, и потом начать продавать. Вот, собственно, я думаю, что ожидание от фарма именно такого, что она сама ждет решения и готова его применить. Но палец за палец не ударит, чтобы, например, признать старение заболеванием или внедрить диагностику старения в клиническую практику. Поэтому, конечно, фармацевтические компании – они наши союзники, но вот такие, не очень надежные, то есть они не те люди, которые будут рисковать. Второе, от кого бы мы могли ожидать, допустим, от страховых компаний. Вот, ну, я имею в виду в данном случае страхование жизни, что вот вроде бы страховщикам выгодно вкладываться в продление жизни, потому что они тогда не выплачивают премию в случае смерти человека. Ну, в целом, это довольно абсурдный, на самом деле, вид деятельности, потому что, на самом деле, зачем люди никакой жизни-то они не получают, страхуя ее. То есть это некий обман, то есть люди получают смерть и бессмысленную выплату, которая им уже никак не пригодится. И мало того, для страховой компании нужно получить больше, чем выплатить. И, соответственно, платежи, связанные с направлением на увеличение здоровья человека, они просто сюда не залезают, и ждать, что страховая компания что-то будет такое делать, она тоже будет просто бенефициаром. Продолжительность жизни увеличилась, платежи по страхованию жизни увеличилась, все, точка. А выплаты отсрочились. Возможно ли создание какого-то специального дириатива, который бы, приобретая, который человек бы рассчитывал на превентивные меры по отношению к улучшению его здоровья, мне неизвестно. Тут можно подумать в этой области, чтобы выпустить какую-то ценную бумагу, какой-то геракоинт, то есть и получатель этих денег бы работал на продлении жизни человека. Ну, в принципе, это медицинская, какая-то такая медицинская расширенная страховка, страховка от старости. Но надо на эту тему думать, пока что решение в этой области не лежит на поверхности. Другим локомотивом радикального продления жизни мог бы стать здоровый образ жизни. Сейчас в мире, особенно в Америке, распространены идеи вегетарианских ресторанов, идеи спорта, фитнеса. Но дело в том, что любая идея, близкая к нашей области, она забирает все сознание. То есть, если человек занимается спортом, и он считает, что, собственно, все уже сделал. Там делает чекапы, занимается спортом, вегетарианец. То есть, у человека полное ощущение, что он программу свою по долголетию выполнил. То есть, сделал все, что мог. И в спор-клуб никак не залезают исследования радикального продления жизни. Просто там и логика другая, и интересы, и стиль поведения. То есть, он абсолютно, я бы сказал, исключает мысли о научных исследованиях. Ну что, надо человеку отжиматься, подтягиваться. Какая там наука. Хотя, заниматься спортом нужно, и вегетарианцам лучше быть. Можно было бы ждать какого-то объединяющего порыва от науки, от биологии, от исследователей долголетия. Но я думаю, что они действуют, опять же, в своей логике. Идет борьба за гранты, заявки на гранты. Они довольно краткосрочные, что очень плохо для наших исследований, которые требуют долгие годы. И, собственно, ученые не готовы рисковать своим положением. То есть, у них есть примерное представление себя, своей лаборатории, университета. И это очень консервативное представление. Никто не будет обливаться холодной водой, ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Я имею в виду, какая из Бакичелин, чтобы привлечь средства. Это нужно быть очень социально ориентированным. И, соответственно, такие решения должны находить какие-то другие гражданские институты, ну, вот типа нарождающего краудфандинга. Собственно, что и было в Сайс Бакичелин, что вот фонд, который занимался рассеянным склерозом, он сказал, вот, давайте делать так. И это сработало. И здесь больше ожидания, конечно, от краудфандинга платформ. Но сама по себе платформа ничего не сделает, потому что это просто некое организационное решение. Организационное решение для перечисления денег. А вот организационного решения для привлечения и сплочения людей в области радикального управления жизни, его нету, его еще предстоит создать. И мы можем многое описывать тех или иных гражданских институтов, ну, допустим, политические партии, которые вроде бы могли бы быть нашими союзниками и частично являются, но не на 100%. То есть политическая партия будет реализовать те интересы, осуществлять те действия, которые позволяют ей избираться в парламент. А так как запроса большого общественного нет на долгую жизнь, то есть они не будут декларировать ничего, связанного с долголетием особо, пока люди сами не начнут действием выражать свою заинтересованность. А людям самим очень сложно выразить что-либо действием, особенно относящиеся к чему-то сложному. То есть это не просто вот дайте больше пенсии, или давайте вот сделаем это. А речь идет о довольно сложных, но очень технических решениях, которые при всей простоте формулировки, что давайте жить намного дольше, все-таки само решение очень сложное, и понять, что оно возможно, тоже достаточно нетривиальная задача для избирателей. Поэтому вот мое мнение, оно заключается в следующем, что если тот или иной гражданский институт, общественное образование, не на 100% нацелено на радикальное продление жизни, а у него есть какие-то свои собственные приоритетные цели и задачи, то своим собственным приоритетным целям и задачам она будет отдавать 100% времени. А продление жизни будет просто как побочный продукт, то есть оно будет, но достаточно медленно. Поэтому мы заинтересованы в решениях, которые 100% основная цель, их было бы радикальное продление жизни человека. То есть нам нужно создавать, мне кажется, заново общественные организации, деятельность в области науки, современного искусства, может быть, сплав всего этого, для того, чтобы замедлить старение путем научных исследований, экспериментов, связанных с изучением механизмов старения и долголетия. Что, мне кажется, нужно сделать на первом этапе? На первом этапе важна некая драматургия, потому что на сегодняшний день история про продление жизни – это некий набор новостей. Вот ученые нашли какой-то ген, связанный со старением, вот посмотрели на какой-то белок, вот смогли вырастить часть органа, и, собственно, эти новости мало вдохновляют общество. По той причине, что их надо читать, понимать, о чем там идет речь, причем они замусорены различными заявлениями от мошенников, причем не первый год. И на сегодняшний день, если ученые скажут, вот ученые смогли омолодить мышь, это вообще ни на кого никак не повлияет, потому что таких заявлений уже было долго, много раз сделано, все они были фальшивые, и самое выдающееся открытие, оно пройдет незамеченным. И поэтому нужно делать некий иной информационный фон. Я имею в виду, прежде всего, это развитие драматургии, конфликта в области радикального продления жизни. То есть нужно создать на первом этапе, как это парадоксально звучит, именно конфликтную ситуацию, когда бы люди, приверженцы различных теорий старения или методов решения задачи, вступили бы в прямой публичный конфликт. То есть обществу нужно, чтобы кто-то кого-то оскорблял, предпринимал какие-то активные действия. И когда мы сможем, может быть, даже нарочно, разыграв какие-то множества сцен, там с битьем окон, с публичным обличением, по вопросам сугубо научным вроде как, типа вот такой ген или другой ген, вот это лекарство работает или не работает. И когда конфликта будет много, именно он и притянет интерес к обществу. А вот что это может быть за организация, какое институциальное решение за этим стоит, это такой довольно достаточно большой разговор, и я предлагаю его продолжить далее. Продолжение следует...